Время наших первых двух занятий Сегодня мы говорили о столпах имана, о столпах богословия, о столпах веры ислама, и мы пытались разобраться в мировоззрении, на котором основаны эти столпы, и решить, как нам нести Евангелие в таком мировоззрении. А теперь давайте поговорим еще о пяти столпах, о пяти столпах долга. Мы говорили с вами сегодня о том, что ислам можно себе представить как дом. Иногда его так и называют домом ислама. Вот эта крыша дома, и этот дом стоит на столпах. На пяти, а некоторые говорят на шести столпах веры, и на пяти, а кто-то скажет, на шести столпах долга. Утром мы говорили о пяти столпах веры, а сейчас о пяти столпах долга. Я хотел бы представить вам эти столпы. Сначала расскажу такую историю. Как-то в Сомали я услышал, что имам в мечети проповедует против меня. Библия говорит, стремитесь к миру, будьте миротворцами. И мусульмане мне сказали, осторожно, имам проповедует против тебя. Будь осторожен. Осторожен, особенно когда входишь в деревню. Потом мы тебе скажем, когда все успокоилось. Я говорю, ну, я хочу пойти пообщаться с этим имамом. Нет, сказали мне друзья, пожалуй, нет смысла. Я говорю, подождите, если он проповедует против меня, то я должен понять, что он имеет против меня. Устройте мне с ним встречу. Нет, говорят мне. Так, подождите, скажите мне, как его зовут. Если вы не хотите привезти его ко мне в гости, ко мне домой, я сам к нему пойду. Я приду к нему в мечеть, и мы с ним поговорим. Они поняли, что я не шучу. Они говорят, хорошо, он к вам придет домой сам. И вот они пришли к маме и говорят, да, ученька хочет с вами поговорить, чтобы вы рассказали, что вы имеете против него. И вот он пришел ко мне вместе со своими учениками. Он пришел с своими молитвенными этими четками. Он перечислял все 99 имен Бога. Мы его приняли. Угостили чаем сомалийским, хорошим таким душистым чаем. Мы пришли, вынесли печенье. Он надломил каждое печенье и понюхал, чтобы убедиться, что там нет свинины в этих печеньях. Все было нормально. И вот он сидит, ест печенье и говорит, «Вы знаете, о вас в этой деревушке ходят слухи». Так, какие слухи? А он говорит, «Говорят, что вы после смерти в рай хотите попасть». Я отвечаю, «Нет, это не слухи». Так оно и есть. «Я действительно хочу после смерти попасть в рай». «Ничего себе!» Говорит он мне. «А я-то думал, что все христиане собираются в ад. А вы, христианины, в рай хотите?» «Да, конечно». Имам говорит, «Я о таком никогда даже раньше не слышал». «Представляете себе, насколько не знают, не понимают друг друга, христиане и мусульмане. Мы не говорим о вере». И этот имам был совершенно уверен, что все христиане собираются в ад. «Нет, нет, нет», — говорит, «я хочу в небеса». «Ахамделиллах, слава Богу», — говорит он мне. «Я вам расскажу, как в небеса попасть». «Можно?» Я говорю, «Конечно». «С удовольствием расскажите». «И вот он рассказал мне пять столпов долга». Он говорит, «Нужно исполнять пять столпов долга. Но прежде всего нужно верить в Бога и то, что Мохаммед — пророк его. «Ла-илла-ла» — «Мохаммедун Руссула» — «исповедание веры». Во-вторых, — говорит он, — «нужно молиться пять раз в день, обращаясь лицом к Меке». «Салат» — обязательная молитва. Мы об этом уже с вами сегодня говорили. «В-третьих, — говорит он мне, — «вы должны подавать милостыню бедным. Закат». Есть определенный процент, который должны отдавать мусульмане. Дальше необходимо поститься в месяц Рамадан. С рассвета до заката. И дальше, если возможно, нужно отправиться в хадж — паломничество в Мекку. Все это необходимо сделать для того, чтобы попасть в небеса. «Ахаммедун Лилла», — говорю я, — «слава Богу». Я говорю, я верю в одного Бога, в единого Бога. Я молюсь более пяти раз в день. «Я пащусь. Недостаточно, на самом деле, да. Паститься мне нужно бы побольше. Бедному даю. На самом деле, даже больше, чем обязательные проценты. И буду экономить деньги, откладывать, чтобы в Мекку попасть». Он говорит, «Ну, слава Богу, вы мусульманин. Слава Богу!» Но, — говорит он, — только жене вашей не говорите. Вы можете быть секретным, тайным верующим и постепенно убедить ее тоже стать мусульманкой. И тогда вы можете работать над тем, чтобы убедить других, обратить других миссионеров здесь, в школе, чтобы они тоже стали мусульманами. Вы можете стать тайным миссионером. Только не говорите им, потому что, если вы им скажете, они вам деньги платить не будут. Будьте мусульманином, но пока притворяйтесь христианином. Я говорю, «Слава Богу!» Значит, я теперь мусульманин? Он говорит, «Да». И я говорю, «А небеса-то будут?» Он говорит, «Ну, может, и будут». Я говорю, «Подождите». «Нет, я реально хочу попасть в небеса, попасть в рай. Я не хочу в конце жизни разочароваться. Я же выяснил, что я в ад попаду». Он говорит, «А никому неизвестно, куда он попадет». Он говорит, «Есть такие большие весы с двумя чашами. И вот эти пять столпов долга должны быть у вас для того, чтобы добрая чаша могла перевесить. Но злые ваши дела складываются на другую чашу. Какая перевесит, этого мы не знаем. Мы узнаем только в конце жизни». Кстати говоря, он не сказал, но... Знаете, когда наши друзья-мусульмане заканчивают свои молитвы, они смотрят в одну сторону, в другую сторону. Они каким образом как бы смотрят на ангелов, которые за ними наблюдают, и как бы говорят своим взглядом, «Смотрите, ангелы, я молитвы сказал, помолился, запишите, чтобы все это сложилось правильно, на весы, и ошибочки не вышло». Я его спрашиваю, «Скажите, а вы в небеса в рай пойдете после смерти?» Он говорит, «Я не знаю, но лучшая моя гарантия в данном случае — это ислам». А я говорю, «Нет, мне этого мало». А помните, пожалуйста, что в Сомали пропаганда христианства была противозаконной. Вот имам проповедует против меня в мечети. А я ему говорю, «Можно мне вам рассказать от всего сердца, во что я верю? Я христианин, я верю в Иисуса Мессию, в Иисуса Мессию. Можно я вам расскажу?» «Да, конечно». «Вы не рассердитесь?» «Нет, не рассержусь. Рассказывайте». Я стал рассказывать. Я взял Коран с полки. Я сказал, «Вот эту книгу я читаю». «То есть вы же мусульманин, вы читаете Коран». «Да, конечно, я читаю Коран». «Ахамду лилла, слава Богу». Я говорю, «Вот в Коране написано именно то, что сказали вы, что мы никогда не можем быть уверены, что у нас там будет после смерти. Есть весы, добро на одной чаше, зло на другой чаше. И в конечном счете только на последнем суде выяснится, что перевесят. Вы совершенно правы». Но есть еще одна книга, говорю я, говорю я, эта книга называется «Библия». «Инджилл» находится в Библии. Я говорю, в этой книге я читаю, как раз в «Инджилле», что Иисус Мессия – это и есть путь в небеса, причем надежный путь в небеса. Люди его спрашивали, как попасть в рай, а как попасть в небеса? Он говорит, я есть путь. И путь этот гарантирован, он надежен. Я говорю, много лет назад я уверовал в Иисуса, Мессию. Я Ему посвятил свою жизнь. И Дух Божий дал мне полную уверенность, гарантию, залог того, что когда-то я попаду в небеса. Поэтому для меня никакого сомнения здесь нет. Я точно знаю, куда попаду. Иисус мой Спаситель. Он путь. Я иду по этому пути. Я иду с Ним, и Он обещал привести меня в вечность, привести меня в рай. Так что никаких весов уже не нужно. Мой Спаситель Иисус. Так по какому же пути мне идти? По пути Ислама, которым в конце пути в весы и исход неизвестен? Или по пути Иисуса Христа, обещающего вечное спасение, Дух Которого живет во мне и дает мне уверенность, что я уже на пути в небеса? По какому же пути мне идти? И вот этот любезный имам смотрит на меня и говорит, «Правда такое в Новом Завете, в Инджиле написано?» «Да», — говорю я. Тогда он говорит, «В этом случае оставайтесь христианином», — сказал он мне. «Пожалуйста, оставайтесь». Прошло некоторое время, и мои друзья рассказали мне, что этот человек перестал проповедовать против меня в мечети. Если он находил в деревеньке кого-то, кто против меня выступал, а против директора школы постоянно кто-то выступает, особенно когда ребенок, сын или дочь этого человека, получает плохую оценку про директора сразу, злые языки, слухи распускают. Так вот, если он пояснял, что кто-то против меня выступает, он говорил, «Нет, не делайте этого, не говорите так». Я был у Дауда Щенка в гостях, я ел печенье, я пил чай, мы говорили о глубинах Божьей премудрости, и я вам хочу сказать, «Этот человек будет в небесах, обязательно будет». Сомнений в этом нет. Сам этот имам стал таким образом свидетелем Евангелия. Представляете, что получается? Вот эти столпы долга чрезвычайно важны для наших друзей-мусульман. Да, все это надо исполнять. Они должны все это исполнять. Я помню, вот в Лондоне во время шести диалогов в британских университетах, вот как раз тогда, когда один из диалогов был в центральной мечети, когда меня принимала ассоциация студентов-мусульман. И вот сидим мы уже в машине, едем в аэропорт, и я собираюсь в Литву, а мой оппонент, мусульманин, едет в Канаду. И вот в машине он мне говорит, «Дэвид, если Евангелие таково, как вы его представляете, если оно действительно таково, тогда это благая весть. Для меня, мусульманина, путь к христианству открыт». Когда я был в Афганистане, мне довелось беседовать с многими мусульманскими лидерами. Тогда был как раз месяц Рамадан, месяц всеобщего поста. И в каждом случае, в каждой беседе речь заходила вот о чем. Мне говорили, «Дэвид, а вы поститесь?» Я говорю, «Нет, я не пащусь». А почему не поститесь? «Потому что Иисус освободил нас», говорю я. «Освободил нас от бремени религиозных ритуалов». «А вы молитесь по пять раз в день?» «Да я постоянно молюсь, но только неритуальными молитвами. Салат я не использую». «Почему?» «Потому что Иисус освободил нас от бремени религиозного ритуала», говорю я. И в каждом случае мне говорили, «Подождите, пожалуйста, как-нибудь дайте нам возможность получить Библию, найдите нам Библию». Эти столпы долга на самом деле становятся непосильными бременами. Да, многие мусульмане участвуют в исполнении этого долга и не ощущают все это как бремя, но для других это очень тяжело. Иисус отставил весы в сторону, Он убрал весы, потому что Он спаситель, и потому что от таких обязательных религиозных ритуалов Он освобождает нас, и мы, христиане, совершенно свободны. для многих мусульман есть еще и шестой столб долга. Это джихад. Существует два вида джихада. Малый джихад и большой джихад. Большой джихад — это джихад души. Смысл его состоит в том, чтобы испытать себя и убедиться, что вы действительно правоверный мусульманин. Когда вы молитесь, вы молитесь не потому, что просто надо. Вы молитесь, потому что действительно искренне хотите быть послушными в Божьей воле. Вот вы поститесь. И поститесь не просто потому, что обязаны, а потому что действительно всем сердцем любите волю Божию. Вы искренне мусульманин. В душе постоянно борьба. Искренне ли мы в нашей вере и в том, что мы делаем? Это большой джихад. Но есть и малый джихад. Смысл малого джихада в том, чтобы защищать дом Ислама. В доме Ислама живет умма, исламская община. Исламской общине нужна безопасность дома. Значит, если дому Ислама угрожают какие-то силы, если подтачивают они один из столпов исламского дома, тогда весь дом под угрозой. Если дом под угрозой, то под угрозой и умма, исламская община. Это малый джихад. Его смысл в том, чтобы... Да, джихад, кстати, означает устремляться Божьим путем. Джихад не значит священная война. Нет. Джихад значит устремляться или стремиться Божьим путем, трудиться Божьим путем для того, чтобы защищать дом Ислама. Это высший джихад. Большой джихад это джихад вашей души и малый джихад делает все для того, чтобы защищать дом Ислама и ума, исламскую общину, живущую в этом доме. Этот малый джихад находит несколько форм выражений. Первое и главное через сам Коран. Когда я встречаюсь с мусульманами в мечетях, я часто это делаю, они всегда защищают Ислам, цитируя из Корана. Причем Коран они цитируют по памяти. Большинство, если не все имамы исламские, помнят Коран наизусть, на арабском, от начала до конца. Ахмед Али, о котором я уже говорил, выучил Коран целиком уже к 10-летнему возрасту. Коран по размеру соответствует примерно Новому Завету. Они выучивают все это по-арабски. И они активно готовы цитировать Коран. И легко это делают. Итак, первая форма выражения джихада заключается в использовании Корана в защите правоты и истины Ислама. Следующая форма выражения это устное или письменное выражение джихада через литературу, через письменное или устное выступление. по всему миру наши друзья мусульмане пишут апологетические книги и выступают с апологетическими выступлениями, защищая Ислам, помогая другим понять, что такое Ислам. Это тоже выражение малого джихада, исламская апологетика. И, наконец, как последнее проявление уже на самый крайний случай, когда перо и Коран не помогают, не помогают защитить целостность дома Ислама и целостность исламской общины, прибегают к последнему средству. Это меч. К мечу прибегают для того, чтобы защитить дом Ислама. Так, вот это шестой столб, столб джихада. Когда я начал общаться с мусульманами 40 с лишним лет назад и в Сомали, и в Кене, они никогда не говорили о джихаде как о шестом столбе дома Ислама. Но за последние 10 лет очень часто мне приходится слышать, когда я их спрашиваю, какие столбы Ислама, они говорят о пяти столбах, об этом говорят, но есть еще и шестой. Столб это джихад. Именно этот столб становится со временем все более и более значимым. Происходит это все с тем, что мусульмане по всему миру чувствуют, что современные события угрожают столбу, дому Ислама. Именно поэтому сегодня о джихаде говорят все больше и больше. Дом Ислама в опасности. Мы с вами знаем, что когда начинаешь пользоваться мечом в защиту, меч перестает часто быть оружием защиты и становится оружием нападения. Примерно как с Соединенными Штатами произошло, когда мы вторглись в Ирак. Война оборонительная переходит в войну наступательную. Происходит это очень быстро и как-то даже незаметно. Мы знаем, что в истории мира призыв к джихаду переходил в наступательную операцию. Он переставал быть лишь оборонительной. Катерега в этой книге, в этом диалоге со мной говорит о происходящем. Он говорит так. Когда джихад переходит в наступательную операцию, он уходит тем самым от повеления Корана. Он искажает повеление Корана. Но автор признает также, что иногда не остается выбора. Джихад должен переходить в наступление. А теперь вопросы, комментарии, пожалуйста. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com А как вы думаете, сколько мусульман реально знают Коран по памяти? На самом деле очень многие знают, по крайней мере в исламских странах, такие как я жил на Востоке Африки. Даже маленькие мальчики и девочки уже в 3-4 года начинают учиться в школах, где их обучают Корану. И смысл в том, чтобы сначала выучить Коран, и таким образом ваш разум открывается для другого знания. Сначала нужно выучить Коран. Так, к 8-10-летнему возрасту многие помнят Коран наизусть. Учат они его на арабском языке, даже при том, что обычно часто не знают арабского. Некоторые знают, но многие не знают. Я как-то был в Тиране, в Албании пару лет назад и беседовал с исламским богословом. И он об этом говорил. Он говорил так, мы, мусульмане, выучиваем Коран наизусть, потому что мы хотим, чтобы сила Корана воплотилась в нас. А потом он говорит, вы, христиане, почему-то не стремитесь таким образом запоминать Библию, потому что вы имеете в себе Духа Святого, и Дух Святой дает вам силу Божию. Вам Дух Святой, а нам сила Корана. Мы хотим, чтобы Коран воплотился в нас, говорит он, а вы этого не хотите, потому что в вас и так Бог воплощается через служение Духа Святого. Не знаю, во всем ли я с этим соглашусь, но определенная истина в этом есть. Это, конечно, не значит, что мы не должны выучивать наизусть Священное Писание. Священное Писание выучивает наизусть очень важно, но если есть в нас Дух Святой, дар Духа Святого, он действительно в нас воплощается и дает нам силу. Расскажите, пожалуйста, о большом джихаде. Как мусульманин определяет, истинно ли его вера? На самом деле, это очень личный вопрос для каждого. Большой джихад — это личное испытание для каждого, каждому по-своему, каждому свое. Вы сказали, что они верят, что в Коране сила, а православная церковь считает, что сила в кресте, что иконы имеют особую силу, что особую силу имеет святая вода, что материальные предметы могут иметь особую силу. Каковы в общих чертах верования мусульман по этому поводу? Считают ли они, что какие-то материальные объекты могут нести в себе силу? Да, считают. Я надеюсь, мы к этому еще вернемся, когда мы будем говорить о народном исламе. Все это движение народного ислама как раз с этим вопросом и связано. Люди пытаются обрести доступ к особой силе. Но в центре всего этого все же Коран. О Коране мы будем говорить подробнее. Я бы хотел сказать еще несколько слов на пятую тему по поводу мусульманского богословия и практики. И речь пойдет о Доме Ислама и об исламской общине, о защите общины в Доме Ислама, о безопасности общины. Понятно, почему безопасность их настолько волнует. Хочется, чтобы дом стоял. Хочется, чтобы община была в целости и сохранности. Сложность заключается вот в чем. Эта сложность мы, кстати, видим каждый раз, беседуя с мусульманами. как нам быть, что делать и что делают мусульмане, если кто-то решается перейти из ислама в христианство. Я неоднократно беседовал с мусульманами в различных странах, в том числе и в Соединенных Штатах. И это, пожалуй, один из центральных вопросов. Это один из глубочайших вопросов. Потому что, беседуя с друзьями моими, с мусульманами, я слышу их высказывания. А они говорят, что Ума, мусульманская община, должна работать так, чтобы никто не мог уйти из Умы, чтобы никто не мог перейти из мусульманской общины в церковь. Для мусульман такой переход неприемлем. Он неприемлем, потому что, если люди начнут уходить из мусульманской общины, это будет разрушать общину. И таким образом, общее право, общинное право, стоит выше права личного, права на свободу, на свободу веры. Я понимаю, что смотреть нашу программу будут не только баптисты и менониты, но и многие другие люди. И это отлично понимаю. Скажу вам вот о чем. Когда мы беседуем с мусульманами по этому вопросу, мы с вами баптисты, менониты, пятидесятники и так далее, можем предложить нашим собеседникам нашу убежденность. Убежденность состоит в том, что каждый человек имеет право на выбор. И каждый человек имеет право засвидетельствовать о своем выборе, приняв крещение. Я не могу принять веру за своих детей. Они сами принимают свою веру. Мы, родители, отлично понимаем последствия этого факта. Ведь не у всех у нас верующие дети. Мы можем рыдать по этому поводу, мы бы хотели, чтобы они уверовали, но они свободны. Они свободны сделать выбор. Крещение во взрослом возрасте — это признак, знак реальности их выбора. Вопрос выбора восходит к Адаму и Еве. У них был выбор, верить или не верить. Иисус омывает ноги предателей Иуды, а потом дает ему свободу этими самыми ногами уйти для того, чтобы его и Иисуса предать. Крещение взрослых людей — одна из неотъемлемых особенностей нашей веры и для баптистов, и менонитов, и для пятидесятников. И мы должны свидетельствовать в наших беседах с мусульманами, что вот на этом мы стоим. Такова наша вера. Бог дает человеку возможность и право выбора. Но скажу вам, что всякий раз, беседуя с мусульманами и в Соединенных Штатах, и в других странах мира, я слышу снова и снова вот этот вопрос. И очень часто мне становится больно, мне становится тяжело, когда я беседую по этому поводу с мусульманами. Потому что моим мусульманским друзьям нелегко принять мысль о том, что у каждого человека есть выбор. Ведь выбор может увести человека из общины, из мусульманской общины. А с их точки зрения такого уходящего нужно любыми средствами удержать в общине. Действительно, любыми средствами, иногда и страшными. Почему они так делают? Потому что они считают, что общину, мусульманская община, нужно хранить любыми средствами от всего, что ее подрывает. И обращение в христианство разрушительное для общины. я, друзья, моим мусульманам говорю аккуратно, мягко, но при этом открыто и искренне. Если человек не свободен уйти от вас, то вы создаете тюрьму. А Бог дает нам свободу выбора. Бог не хочет, чтобы мы тюрьм строили. Я в этом убежден. Хотя да, когда я говорю об этом мусульманам, им это не нравится. Особенно такая аналогия. Ну, что делать? И так оно и есть. Если общины наши, общины наши не основаны на вере, если нет свободного выбора, то неважно, кто мы, баптисты или мусульмане, мы тюрьмы строим. Бог дает нам возможность выбора. Ведь в Коране кажется написано, что такая свобода должна быть. Аллах такую свободу допускает. Да, да. Стих есть в Коране, который я часто использую в беседах с мусульманами. И Бадру Катарега использует этот стих. Катарега, мой соавтор в этом диалоге, вполне согласен с тем, что я сейчас говорю. У людей должна быть способность выбора, возможность выбора. Он такой либеральный мусульманин, который понимает, что вокруг происходит. и он часто мне говорит в наших диалогах, что в Коране написано, ибо нет принуждения в религии. Если нет принуждения в религии, значит, люди имеют право выбора. То есть, вопрос не только с анабаптистами, например, а вопрос в том, что в Коране об этом написано, люди имеют право выбрать. Закон об отступлении, об отступничестве был сформулирован уже после Мухаммеда. Но сегодня он неотделим от структуры всемирного ислама, хотя появился он после Мухаммеда. Еще раз, да, в Коране написано «нет принуждения в религии». Мы, христиане, призваны к диалогу с мусульманами, свидетельствовать об Иисусе, нашем Господе, нашем Спасителе, настолько, насколько Господь открывает дверь и служить в силе Иисуса Христа с духом смирения, с духом уважения друг к другу, с духом кротости. Иисусе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok